Здравствуйте, дорогие ребята! Продолжаем прогулку по городу Бук. Сегодня в гостях известный всем герой сказки Эдуарда Успенского «Крокодил Гена» и его друзья. Он хочет познакомиться своей буквой и звуком. Научит читать во слуге слова с новой буквой. Поможет раскрыть очень важный секрет. Кто же он? Он наивный малышок. Крокодил его дружок. Уши круглые, как блюдца, а глаза всегда смеются. Очень странный барабашка. Этот милый чебурашка. У чебурашки скоро большой праздник. Этот праздник любите и вы. Если в лапах чебурашки шары и торт со свечкой, то вы догадались без сомнения, этот праздник день рождения. Давайте вместе отгадаем загадку о любимом напитке чебурашки. За столом ты не скучай, с тортом пей горячий чай. Давайте вместе с волшебниками Томом и Тимом определим первый звук в слове «чай». Произнесем вместе слово «чай», выделяя голосом первый звук «чай». Назовем первый звук «ч», «ч». Этот согласный звук произносится шумом. Значит, звук «ч» глухой согласный. Обратите внимание на уголки рта «ч», «ч», «ч». Звук «ч» глухой, мягкий согласный. Наш гость чебурашка стал искать слова с твердым звуком, который будет парой звуку «ч». Но у него ничего не получилось. Это значит, что пары у звука «ч» нет. В русском языке есть только мягкий согласный звук «ч». Чебурашка думает, устроя чепитие. Он подготовил к празднику угощение. Но вот незадача. На столе должны быть предметы, в названии которых есть звук «ч». Поставьте видео на паузу и определите, в названии каких предметов нет нового звука «ч». Помоги чебурашке. Проверим, что осталось. Печенье, пончики, чашка, чайник, булочки. За то, что вы помогли чебурашке, он дарит вам свою букву. Звук «ч» обозначает буквой «ч». Это её имя. Буква «ч» всегда обозначает мягкий согласный звук. В русском языке у звука «ч» нет пары твёрдого согласного звука. Будьте внимательны. Имя буквы и согласный звук, которые эта буква умеет обозначать, не совпадают. Чтобы назвать букву, нужно произнести её имя «ч». Чтобы прочитать букву «ч», надо произнести мягкий звук «ч». Заглянем в город букв. Домик новой буквы «ч» находится в районе согласных, на проспекте глухих, непарных. Обратите внимание на печатные буквы «ч». Сравните большую букву и маленькую. Они похожи, но отличаются по размеру. На что похожа буква «ч»? Какие предметы напоминает? Да, вы правильно решили. «Ч» мы пишем как «четыре». Только с цифрами, друзья, буквы путать нам нельзя. Мастер стул перевернул. Стал на «ч» похож наш стул. Чебурашка задумался. Две новые буквы. Они обе ему симпатичны. Но имя сказочного героя мы будем писать с большой буквы «ч». Давайте подумаем и вместе назовем белорусские города, которые начинаются с звуком «ч». Прочитаем вместе. Чашники, червень, чаусы. Вы обратили внимание, что в этих словах работает большая буква «ч», потому что это название городов. Давайте научим дружить новую букву «ч» с буквами «а», «у», «о», «ё», «е», «и». Волшебник Тим предупреждает об очень важном. Прочитайте предложение с восклицательным знаком. Только мягкий звук. Буква «ч» даже перед буквами «а», «у», «о» остается непослушной. Обозначает мягкий звук «ч». Слог «ч» читаем как «ча». Слог «чу» читаем как «чу». Слог «чо» читаем как «чо». Слоги «чо» и «чо» читаются и звучат одинаково, а буквы в слогах разные. Давайте вместе найдем картинку, в названии которой есть слог «ча». Часы «чу», «чучело», «чо», «плечо», «чо», «пчелы», «че», «черепаха», «чи», «числа». Продолжим работу по букварю.